Не верю. Ну не верю. Куняковский не обязан всему верить. Группы лиц, совершающих преступления. Как быть с файлообменными сетями? Как решаются вопросы защиты авторских прав в случае коллективных продуктов? Сегодня с этими и другими вопросами, связанными с защитой авторских прав, их нарушениями и законодательством в Республике Беларусь, связанным с этим проблем, у нас в студии три гости, которые помогут нам разобраться. Да. Представляю, это автора сайта, который помогает разобраться с защитой авторских прав, Владимир Рудский. Далее директор компании WebMusic Publishing Вячеслав Гулевич и юрист Евгений Портновик. Здравствуйте. Хотелось бы сразу спросить вас. Вот мы хотим начать нашу дискуссию с защитой персональных данных. Последнее время очень много было сообщений. В Фейсбуке, я думаю, пользователи заметили вот это якобы заявление о том, что я защищаю все, что опубликовано на моей странице, в моем профайле. Естественно, сейчас стоит обратить внимание на скандал, который произошел в Инстаграме. Там сайт заявил, что он имеет право использовать фотографии пользователей, как ему захочется, в рекламных целях, не в рекламных. И голливудские звезды сразу же из Инстаграма начали удалять свои профайлы. Есть ли у вас страница в соцсети и боитесь ли вы за ее содержание, за то, что вы там публикуете, а вдруг кто-то возьмет и начнет это использовать? Наверное, не знаю, с юристом начнем? Сейчас время такое, что без своего полноценного сайта в интернете очень тяжело осуществлять деятельность. Естественно, есть. Естественно, есть там, как сейчас говорят, авторский контент. Определенные опасения, конечно, испытывают, но я уверен, что в случае чего я свои права смогу защитить правильно. Но вы непосредственно связаны с защитой авторских прав. Ну, конечно, у нас каждый гость более или менее связан, но все-таки касаемо остальных, Вячеслав? С одной стороны, из озвученных вопросов перед нашей беседой, вопрос о правомощности использования материала, авторского, выложенного в интернет, пользователями. Ну, мое убеждение, что пользователь имеет право использовать материал, который выложен в интернете. Можно это назвать формально бесплатным скачиванием, даже, по-симмерному, на пиратских ресурсах, да, чего-то. Ну, это формально бесплатное скачивание. Пользователь, на пользователя вываливается реклама с этого ресурса, за счет чего живет ресурс. И он платит своим вниманием на это. Поэтому неправильно говорить, что пользователь поступает незаконно, на мой взгляд. С другой стороны, если пользователь на своей страничке выкладывает для всеобщего обозрения, можно назвать распространение объекта авторского права, да, здесь идет нарушение, здесь как бы распространение его. Ну, хорошо, а если я нашла картинку в интернете, это я не парирую вам, не спорю с вами, как пример, нашла картинку в интернете, повесила на своей странице, ну, показать людям, поделиться, вот, смотрите. Но ведь кто-то же эту картинку создавал, для кого-то это, наверное, собственность. Логично, что если я это приобрел для себя, или скачал за деньги, или бесплатно, как повторюсь, на пиратском ресурсе, ну, я считаю, здесь нет проблемы. Но если ты уже отдаешь дальнейший ход распространению этой картинки, здесь нарушение. Здесь реальное нарушение, как бы, ну, закона об авторских правах. Евгения, как это нарушение в Беларуси может быть расценено, вот, с точки зрения юридической? Может, чуть позже еще у нас Владимир не ответил на вопрос. Владимир, не зря же вы решили создать сайт, который помогает защитить свои авторские права. Вот вы как относитесь к персональным данным, к защите, и вообще, стоит ли это делать? Говорят, что в интернете вообще все. Все можно. Да, все можно. Если я повесил информацию в интернет, считаю, пиши пропало. На самом деле, на своих страничках в сетях я не размещаю того, что бы не хотел, чтобы не было доступно всем остальным. То есть, хочешь сохранить, не показывай, это же очевидно. А что касается скачивания с других и использования у себя на странице, то тут, может быть, юрист больше даст оценку сельской целью. С целью, не знаю, рекламной, оплати, коммерческой тоже, с целью учебной, или воспитательной, или научной, в виде дискуссий, как цитат. Тогда тоже закон предписывает, как это все должно оформляться. Но в основном у нас просто обычные перепосты, это уже ссылки такие сумасшедшие, что для рейтинга страниц коммерческое использование, на мой взгляд. Вернемся к вопросу от Алишера. Как можно себя защитить, и какое законодательство есть в нашей стране? Значит, в принципе, законодательства Республики Беларусь достаточно для того, чтобы защитить. Но сам процесс, конечно, он не такой простой, как может показаться. В первую очередь, это связано с тем, чтобы правильно разобраться, есть нарушение или нет нарушения. Чтобы это понять, надо идти от начала. Началом является, что такое исключительное право. Вкратце, автору принадлежит исключительное право, личное и неимущественное право, право на имя, например. И, в принципе, относительно этих прав могут иметь место нарушения. И исключительное право в законе об авторском праве смежных правах, который вступил в силу, мы называем новый закон, с 1 января этого года, четко определено, что такое исключительное право. То есть, это, по сути, монопольное право использовать свое произведение в любой форме и любым способом. В другой части статьи 16-й немножечко ориентируется относительно того, какие могут быть виды использования. Это может быть воспроизведение, распространение, публичный показ, сообщение в эфир и ряд других. Но общая формулировка – это любым способом и в любой форме. То есть, она достаточно широкая. Я полагаю, что законодатель в этой части абсолютно прав. Почему? Потому что развитие не стоит в обществе на месте. Появляются некие новые способы. Вот, в частности, можем мы сейчас говорить и обсуждаем вопрос нарушения авторских прав в интернете. Хотя, наверное, лет 15 назад, вряд ли бы это было бы и актуально об этом говорить. Поэтому надо понимать, что автору принадлежит исключительное право в любой форме, любым способом использовать свое произведение. Вместе с тем, закон содержит ряд ограничений, исключений из этого права. Вот у меня уточнение. Скажите, вот у меня есть произведение. Если я до этого нигде его не запатентовала, не зарегистрировала, не оформила авторские права, я все равно имею на него исключительное право? Или закон вступает в силу только тогда, когда я схожу, где-то зарегистрирую все, заполню необходимые бумаги, и у меня уже будет документ, подтверждающий мои права? Что касается такой области интеллектуальной собственности, как авторское право, то в отличие от изобретений полезных моделей промышленных образцов, это исключительное право возникает с момента создания произведения. Нет необходимости выполнять какие-либо формальности, где-либо регистрировать свое произведение. Хотя одновременно никто не запрещает это делать в случае, если какие-либо процедуры существуют. Хорошо. Тогда вот сайт, Владимир, который вы инициировали, который вы ведете, чем помогает людям, если их права и так защищены? То есть почему публикация на вашем сайте может чем-то помочь? Как сказал юрист уже, авторское право возникает в силу факта его создания. И в принципе не требует никаких соблюдений формальности. Но при судебной защите, когда факт уже нарушения произошел, требуются именно эти формальности. То есть подтвердить авторство. Как? Ну, несколько способов есть. Письмо в свой адрес, публикация в прессе, свидетельские показания, ну и еще некоторые моменты. Но зачастую на момент нарушения у автора этого всего отсутствует. То есть закон, с одной стороны, разрешает не делать, а с другой стороны, судебная сторона просит это предоставить. Но я сам лично с этим всем вопросом столкнулся и решил... И чем все закончилось? Ну и достаточно все наши вещи можно в интернете, по крайней мере, быстро сделать. Но результатом стал сайт, который подтверждает факт опубликования, разрешает делать публикацию, подтверждает этот факт. А публикация косвенно доказывает, может доказать авторство на произведение в суде при защите судебной уже. Евгений, вот если Владимир увидел необходимое создание подобного ресурса, вы с юридической точки зрения считаете ли, что это действительно нужно? Или можно, нигде ничего не регистрируя, просто, как вы сказали, создавая что-то, уже обладать на это правами? Я хочу, чтобы вы понимали, нужно в плане того требует законодатель или нужно с точки зрения практики. Я повторюсь, законодатель этого не требует, но вот я вкратце, к сожалению, ознакомился с ресурсом Владимира и понял, что направление, оно достаточно интересное, то, чем он начал заниматься. И я не исключаю, что, возможно, и будет толк от этого и помощь в суде. Вячеслав, вот вы сотрудничаете с многими ресурсами, ваша компания занимается и музыкальными в основном, многие белорусские артисты с вами сотрудничают. Скажите, есть ли необходимость, вот они, когда приносят, допустим, для размещения свои какие-то композиции, вот вы требуете, чтобы они где-то оформляли какие-то бумаги, опять же, закрепляли свое право? Или, может быть, у Владимира на сайте регистрировались? Или вообще этого не нужно, вы берете все, что у них есть? Достаточно подписи? Ну, в музыкальном бизнесе здесь есть некоторая специфика, конечно. Есть такая поговорка даже в издательском бизнесе, кто, ну, шутка, кто первый украл, тот и автор. Да, но в рамках наших разговоров. То есть, действительно, там, первая публикация, она, как бы, ну, является, выполняет свою практическую задачу. Но я не совсем уверен, нужна ли какая-то глобализация, то есть, публикация в этом, в одном, там, ресурсе. Если она там должна быть, то, скорее всего, она должна быть национальной, да, потому что, ну, я решил опубликовать это, свое произведение на сайте, на портале, например, Владимира. Что касательно музыкального бизнеса, мы, конечно же, заключаем договора, это необходимые условия, потому что, ну, допустим, наш ресурс, он, как бы, коммерческий, и даже вознаграждение теоретическое должно быть распределено согласно этих договоров, и, ну, в том числе фиксация, как бы, это, ну, правильная задача. Если раньше это было носителей, где достаточно было, то также вписать, там, копирайт, паблишинг, это являлось, там, признанием твоего, там, авторства или, там, как правообладателем. Или, как говорил Владимир, там, можно было себе по почте свой экземпляр произведения отправлять, фиксируя, там, штемпелем интернет. Это все дело на сегодняшний день размыл, и сказать, что есть какая-то практика, и, там, в дальнейшем она будет такой-то, ну, я пока не беру. То есть практика есть, если не в Беларуси, то в других странах. То есть вот в Японии, например, с 2010 года очень жестко подходит контроль именно скачивания бесплатного контента, там, распространения его, то есть к пиратству. А США не раз уже обращалась к создателям сети ВКонтакте, к обладателям, к владельцам сети Рутрекер с требованием как-то ограничить свою деятельность, потому что они представляют угрозу для экономики США. Вот как в этом случае быть, потому что мы так, как это, рискуем международный скандал все это, да, превратить? Ну, здесь эти ресурсы, как бы, аналогичны, так называемым, торрентам, где, что позволяет им заявлять, что это, ну, мы распространяем этот контент, то есть, как бы, это пользователи. Поэтому мировое законодательство, в том числе и белорусское, виноватым делает пользователя. То есть мы все виноваты, если у нас происходит раздача, да, с нашего компьютера, то мы автоматически... И тенденции именно в этом направлении. То есть существует там специальная полиция, которая вычисляет IP, откуда был скачан или куда был там закачан какое-то произведение, выезжает туда, как бы, в бригады, арестовывает этого там в любой... Ну, известно в последнее время случаи, когда нам многие миллионы штрафовали людей за это. Да, но я считаю, что, в принципе, это какая-то, ну, тупиковое, как бы, развитие. Ну, не наберешься штатов, допустим, касательно нашей страны, конечно, такой организации никогда там не осуществится, чтобы было столько достаточно аппарата карающего, который бы ездил там по деревням местами на интернет-кафе и сразу это все там закрывал. Вот у меня вопрос к Евгению. Скажите, а могут ли себя белорусские пираты чувствовать спокойно? Мол, это где-то там в Америке кого-то штрафуют на многие миллионы, а нам ничего не грозит, мы себе будем и дальше спокойно сидеть на торрентах или качать музыку из контакта. Могут ли привлечь к ответственности пиратов в Беларуси? Ну, во-первых, надо определиться, кого иметь в виду под пиратом. Ну, вот, допустим, я скачала вчера альбом какой-нибудь любимой группы или какой-нибудь фильм, который мне нравится. Да, и тут нужно сразу же понимать, что если это торрент-сеть, то стоит торрент-клиент на компьютере, и скачав это, Катя автоматически становится и раздатчиком, да, то есть с ее компьютера на кусочках. Если вы скачали себе, вы купили, или как бы за деньги, или просмотрев рекламу. Такая практика существует. Если вы дальше, как в торренте, стоите с раздатчиком, да, вы нарушитель закладающего. С юридической точки зрения. Простите, пожалуйста. Вопрос здесь непростой. Почему? Потому что одновременно предоставляя автору и новому правообладателю исключительное право на его произведение, законодатель делает и в законе ряд исключений из этого исключительного права. В частности, допускается без разрешения правообладателя, и, соответственно, выплаты и вознаграждения, ну, условно, без выплаты, я объясню почему, воспроизведение, произведение в личных целях, но при этом воспроизвести можно то, что было законно обнародовано. И при этом надо еще иметь в виду, это уже такие юридические тонкости, что иметь в виду под произведением, да, когда мы говорим о нечем целом, либо о некой части, которая имеет самостоятельное значение и может использоваться самостоятельно, это то есть то, что и признается объектом авторского права. Ну, нельзя доходить до абсурда и считать неким охранноспособным объектом отдельные предложения или отдельные слова. Хотя тут тоже вопрос очень неоднозначный. А если упростить, Евгений, вот скажите, могут меня арестовать или оштрафовать? Все зависит от конкретных обстоятельств. Значит, я почему немножко... А были президенты в Беларуси? Я по очереди с вашего разрешения. Значит, почему немножко начал задалека подходить к этому вопросу? Всем известно, что торниты они по частям передают, да. И самое интересное, мы не знаем, какую часть я получаю и от кого. То есть тут достаточно сложно будет установить факт нарушения, ну, в какой-то определенный момент времени. Это первое. А второе, вот как раз-таки об исключениях. Закон говорит о том, что воспроизведение, то есть это изготовление копии, экземпляра, в том числе в законе есть определение, что такое воспроизведение. Это в том числе и хранение, например, в ЭВМ произведения. Оно, если произведение было опубликовано с разрешения автора, допускается. Поэтому вопрос тут непростой. Надо, получается, исходить из того, как оно туда попало. Возможно, оно как бы на него уже исчерпалось исключительное право. Нет, ну и чаще всего в последнее время вот эти громкие штрафы, они касались, если человек, допустим, за деньги в iTunes скачал несколько мелодий, а потом разместил их для свободного скачивания где бы то ни было. То есть в этом случае его привлекали к ответственности. То есть один заплатил, а миллионы пользуются. Да, 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 да. И вот такое в нашей стране происходит чаще всего с альбомами артистов, уже плавно переходя к музыке, когда человек, покупая пластинку, практически сразу заливает ее в сети. Многие музыканты даже не видят нужным иногда издавать диски, потому как почти сразу это оказывается в сети. Вот в этом отношении как... Можно ли наказать кого-то? Значит, я хотел бы обратить внимание на то, чтобы точно ответить на этот вопрос, надо знать конкретные обстоятельства. Поэтому априори сказать можно и нельзя я не буду, но законодательство позволяет в случае установления всех, значит, составляющих нарушения, привлечь лицо нарушающие закон к ответственности. Тут проблемы нет никакой. Я бы вот хотела, чтобы остальные гости прокомментировали подобную историю. Законодательство, конечно, предусматривает наказание, но практически это, ну, однозначно невозможно. То есть, ну, вот, сами вы и говорили, что как раздается само произведение там в торрентах, где эта часть нарушения, кто конечный нарушитель. Допустим, мое мнение касательно интернета, тоже пользователь должен пользоваться всеми его благами, а правообладатель автор должен получать деньги. И я вижу развитие этой ситуации через оплату вознаграждения правообладательным авторам от посредников. То ли это провайдеры, хостеры… То есть, от тех владельцев ресурсов, где распространяется, необязательно? Не ресурсов, даже не ресурсов. Ресурс зарабатывает деньги как магазин. Как магазин, да? То есть, он должен содержать себя, арендовать площадку, как бы, сотрудников. А вот уже провайдер, как якобы какой-то, возможно, лицензионный платеж, должен покрывать расходы существующие. Это, в принципе, как бы тенденция, которая также сегодня существует. Но в ней есть достаточно много, как обычно, нерешенных вопросов. Именно по распределению вознаграждения, по мониторингу, допустим, обращению к тому или иному произведению. Если бы было мировое правительство и одно предприятие, которое владело всеми сайтами в интернете, да, этот вопрос решился бы автоматически. Сегодня мы не знаем, как этот вопрос решить. Владимир, у меня вот вопрос таков. Мы уже так вот поговорив, да, вроде пришли, как мне показалось, к такому итогу, что все равно защититься невозможно. Я имею в виду, что в Беларуси как-то все равно не установишь, кто нарушитель. А чем ваш сайт тогда, зачем он? Кому он нужен и каким образом он все-таки работает и может помочь артисту или человеку творческому себя как-то защитить? Как вы заметили, основная проблема в том, что в интернете нельзя проследить на конце их то, что. То есть нарушили на страничке авторское право, а завтра его хоп уже и нет в этой страничке. Ну и ищи-сыщи, как говорится. А у моего сайта есть вторая функция, которая позволяет зафиксировать состояние страниц на момент времени. То есть по ссылке пользоваться размещает ее, опубликовывает. И сайт сам, независимо от всех, делает снимок со всего сайта, ну со страницы, не скриншот, только видимая область, а весь снимок. И публикует, даже не публикует, размещает свидетельство и отсылается пользователю на почту. То есть это вообще даже никто не видит, просто внутренняя такая функция. То есть мое свидетельство говорит о том, что при обращении в суд пользователю, точнее автору, необходимо доказать три вещи. Это то, что он обладает авторским правом на объект, то, что это объект авторского права, эту экспертизу устанавливают, и то, что право было нарушено, то есть зафиксировать факт нарушения. То есть мой сайт позволяет дать два из трех аргументов. То есть если все правильно, все по идеальной системе, то с двумя этими свидетельствами уже все права на его стороне. То есть элементарно, быстро в сети все получил. Владимир, извините, пожалуйста, Алексей, но здесь речь идет именно о предъявлении претензий ресурсам, формально и легально существующим в интернете со своими данными реквизитами, которые, например, в оформлении в своем использовали какие-то фотографии или рисунки, или же там текст какой-то выложили, тогда есть кому предъявлять претензию. Но касательно всего интернета, я думаю, это не занимает даже процента всех ресурсов, с которых пользуют объекты авторского права. Речь идет о нелегальных пиратских ресурсах, тех же торрентах, где нет никаких лиц, нет никаких реквизитов. Это занимает больше 99%. На мой взгляд, это всего лишь технический вопрос. То есть вы считаете, что благодаря вашему ресурсу можно защитить себя везде? Нет, нет, нет. Кто у тебя что украл? Будь это какой-то официальный сайт, либо это в соцсети, кто-то что-то перепостил? Если вы опубликовали, вы обнародовали публичное произведение, то есть это уже факт. На сайте, в газете, на площади, это же одно и то же, по сути. То есть, сделав это у меня, у вас уже есть, скажем так, презумпция авторства. То есть вы автором считаетесь до тех пор, пока это никто не оспорит. Ну, судей. Ну, я ведь, получается, судя по словам Евгении, так и так являюсь автором? Да, но об этом никто не знает. И если никто не знает произведение, то его не украдут. Вам не очень беспокоится. Но проблема, что когда оно становится доступным в сети, и на него все покушаются, то есть начинают использовать неправомерно. Вы можете добровольно отдать все права, все, не претендуй. Ну, тогда они отслеживаются вообще. Ну, а если стоит отследить, вот та же музыка и все моменты. А вы говорили, что вы сталкивались с какими-то конкретными ситуациями, после чего решили создать этот ресурс. Да. Было какое-то дело в суде? Можно так вкратце? Нет, нет, нет. У меня личный опыт просто. Я дизайнер графический, занимаюсь конкретным производством. Ну, созданием логотипов и всех объектов авторского права. Ну, и у меня был не один случай в моем практике, когда, ну, банальный, заказчик не оплатил услугу. Естественно, используют неправомерно. То есть я ему по договору права не передал, а он уже и пользуется. Письмо на почте, недоказательство. Какое-то я делал запрос на представителя почты, чтобы он подтвердил документально, что вот с этого ящика был отправлен вот этот материал туда-то, тогда-то, документально, письмо, подпись. Игнор полный. Нотариус не могут на тот момент заверить, да и сейчас не могут заверить нотариально. Электронную копию страницы я открываю ноутбук, вот нотариус, смотри, давай распечатаем, заверим. Нельзя до сих пор. Ну, и я так в сердцах, типа, почему нет такого сайта, который бы все это подтверждал? Ну, и решил сделать такой сайт. А вы думаете, что ваш сайт будет пользоваться юридической силой? Да, он не то, что будет пользоваться, он имеет юридическую силу. То есть это зарегистрировано и... Ну, как, конечно, зарегистрировано. Принадлежит резиденту РАБ, в доменной зоне БАИ, индивидуальный предприниматель. Прошел госрегистрацию в установленном порядке. Осуществляет действенность, которая не является лицензируемой. Евгения, а как мы жили до появления Владимира? Речь идет о самом сайте, но не о факте, там, публикации на нем какого-то произведения. Публикация официальная... Владимир предлагает официально публиковать или обнародовать какое-то произведение у себя на сайте и зафиксировать этот факт. Нет, секундочку, секундочку. Можно я дополню? Опережу ваш вопрос. Осуществить публикацию в интернете, по-моему, позволяют многие сайты. То есть все, где уходишь, там и делай. Но никто не предоставляет никакие доказательства этого факта. Обратитесь в ВКонтакте, в любую сеть. А что вы имеете в виду? Я вот не совсем поняла. Что вот таким-то пользователем такой-то этот объект был опубликован тогда-то. Ну, вот моя страница, есть дата, время. Есть сайт ProZeroom, где автоматически на любую публикацию выдается сертификат. То есть он там сразу же содержится, с датой, временем, авторством, подтверждающий авторское право. То есть вот... Не подтверждающий, нельзя так говорить. Не подтверждает. Он подтверждает факт публикования. О том, что... Ну, сложно установить факт атмоса, согласитесь со мной. Ваш сайт должен узаконен быть каким-то законодательным актом, чтобы его данные принимались в суде. Потому что я также могу написать стихотворение и выложить себя на страничке, и подписать там 10 ноября. Я его опубликовал у себя на ресурсе. Все, достаточно. Хорошо, я поясню, как работает сайт. Внутри сайта, скажем так, заложена система, которая автоматически фиксирует эти все публикации. Нельзя опубликовать задним числом. Ее администрация тоже не может это сделать. Почему? Ну, потому. Вы что угодно, как администрация... Технически он так реализован. Дает ли это ему юридическую силу, эти деньги? Секундочку, можно дополнить. Сайт внутри сам фиксирует публикацию, и я ее подписываю электронно-цифровую подпись. Дизайн предприниматель. Сайт выдает метку времени, генерирует свидетельство с произведением. Я это подписываю. Говорит о том, что да, я свидетель. В том, что такое произведение было опубликовано этим пользователем тогда-то. И вот это уже документы. Подождите, а вы проверку производите, а вдруг это не его произведение? Я не могу ее проводить. Ну, вы же подписываетесь под этим. Я провожу то, что он опубликовал. Владимир, мой сосед подписал как свидетель. Задим до вашей публикации мое произведение. Идите в суд ее доказывать. Да. То есть, два свидетеля мой пораньше оказался. Так, без вопросов. В том-то и дело. Как-то что-то непонятно. Поясните нам, Евгений, пожалуйста. Значит, я хотел бы сразу обратить внимание. Можно секундочку еще. Условием использования ресурса является первое обнародование. То есть, произведение, оно должно являться произведением. Пользователь должен обладать авторскими всеми правами на него и размечать все впервые. То есть, если это все соблюдено, тогда я говорю, что да, ты автор вообще с большей вероятностью. Если это все нарушается, свидетельство не работает. Это спорный вопрос. Кто автор? Это вечный вопрос. Один автор опубликовал у вас, второй автор опубликовал ранее. Почему ваш ресурс имеет приоритет? И большую силу юридическую. И все-таки Евгений. Я не понял вопроса. Вот давайте Евгений пояснит. Очень хочется услышать мнение юриста. Значит, как я уже говорил, по законодательству Республики Беларусь, автором считается лицо, чье имя указано на оригинале или экземпляре произведения. То есть, формально я написал какой-либо рассказ. Написал автором такого-то рассказа является Евгений Портной. И вот доказательство того, если пока не доказано обратное, что я являюсь автором этого произведения. Поэтому законодатель решил это сделать так. Какие-то другие способы депонирования, регистрации произведений. Они не на сто процентов могут решить. Действительно, есть ситуация, о которой говорил Вячеслав, что один человек может взять чужое, пойти зарегистрировать и потом бравировать неким свидетельством о том, что он действительно является автором. А как взять на себя ответственность НИК организации, госоргану, например, при выдаче такого свидетельства, за достоверность этих сведений. Мы понимаем, что это нереально, несложно. Поэтому законодатель говорит, пока не доказано иное, автором считается тот, кто, чье имя указано на оригинале или экземпляре произведения. Могут быть при спорах об авторстве, об слоу-авторстве, назначены даже авторовические экспертизы, которые и такие дела были, определяют, кто на самом деле является автором. Я знаю такой претендент, правда, на территории Российской Федерации, когда двадцать авторов между собой спорили, есть ли там авторство одного из них. И вот как раз-таки по результатам этой экспертизы было доказано, что именно как это записано, учитывался объем словарного запаса конкретного человека, было установлено, что это не его текст, он там не принимал никакого участия в его написании. То, чем занимается Владимир, я хочу сказать, что это хорошая инициатива. Почему? Потому что я ни в коем случае не говорю, что это стопроцентное доказательство, но оно может быть одним из средств доказывания при правильном его оформлении. Например, всем известно, что защитой, когда идет речь о привлечении гражданской ответственности, защитой авторских прав занимается Верховный суд. И он действует по нормам Гражданского процессуального кодекса Республики Беларусь, в котором определено, что является доказательствами и, соответственно, средствами доказывания. Поэтому при правильном оформлении, я очень бегло ознакомился с сайтом Владимира, но при правильном оформлении вполне может и его свидетельство, если он называет это свидетельством, служить средством доказывания. В частности, может быть, например, даже и письменным доказательством. Но никто же не говорит о том, что оно единое, бесспорное, и его нельзя спорить. Вполне может быть такая ситуация, что в противовес этому доказательству, как говорит Вячеслав, придет свидетель, либо принесет письмо. Кстати, достаточно часто используется такой способ застолбить свое авторство, в кавычках, это отсылка самому себе письма. Электронного или реального? Реального, со штампом. Но на почте есть такая услуга, как опись вложенного. И перед тем, как вы заклеите в конверт документ, например, ну, а документ может быть и объемным, если мы говорим о каком-то произведении, его, например, распечатать, то работник почты, соответственно, проверяет, что ты вкладываешь, и человек, когда его получает, вот он расписывается конкретно. За каждую страницу своего произведения. Не за каждую страницу, но тем не менее, то, что вот ему передали, называется «Услуга с описью вложенного». И все-таки мне вот не совсем понятно, а как вот кроме, ну, допустим, есть у меня песни, да, вот я начинающий артист, хочу как-то раскрутиться, хочу продюсеров и так далее. У меня есть несколько вариантов. Один из ресурсов Вячеслава, например, платно разместить трек, везде разбрасывать ссылки, и чтобы люди могли скачивать. Или через ресурс Владимира я как-то оформляю авторские права и спокойно выбрасываю в интернет, не волнуясь, что какая-нибудь российская звезда у меня нагло эту композицию заберет и перепоет, и все, и я ничего нигде никому не докажу. Вот как? Как защитить в этом отношении? Отбывайте в интернет, станете популярны. Бесплатно, конечно же. То есть даже так. Ну, а если вдруг кто-то решит позаимствовать, мой специальный хит? Радуйтесь. Я, на самом деле, здесь вот интересная мысль в этом содержится. Правильно ли я понимаю, да, что интернет вот в наши дни служит таким гигантским пиар-ресурсом, по сути. То есть пытаться заработать в интернете, но это как бы дополнительно. А основная задача – это вот через интернет как раз чем больше перепостов, да тем лучше, потому что тогда твой концерт оплатится, да? Тогда, ну, то есть… Здесь же речь идет только, опять же, о музыкальном бизнесе, да, как исполнитель. Ну, вот, касательно авторов, авторы ничего не получают, да, от этой деятельности в интернете, от этой рекламы в интернете. Но есть мнение, что издательства публикуют авторов, у которых высокие рейтинги именно на интернет-порталах, ну, скажем, если речь идет о текстах, да, о какой-то литературе, гораздо охотнее, если у них там десятки тысяч читателей. Как ни парадоксально, вот я разговаривал с издателем, да, есть ли там уже все, ну, то есть все уже прочитали там, зачем им покупать бумажную версию, они говорят, нет, тут действует другая психология, то есть как раз тогда вот этот автор уже известный, как раз тогда книжку купят, потому что книжка все-таки это другой материальный объект, это как бы вот другая, другой тип реальности, да? и вот это помогает авторам раскрутиться, как ни странно. Нет, я полностью с этим согласен, интернет является рекламной площадкой в бизнесе, в этом даже как бы и в авторском, ну, особенно там в музыкальном, поэтому здесь я говорю, что для исполнителя, музыкального исполнителя, чем больше он присутствует в интернете, тем там ему лучше от этого, и получать деньги правильно за свое вознаграждение, нельзя все перекладывать там, что он станет популярным и начнет зарабатывать на мероприятиях, на концертах, вот, но отследить и как бы просить деньги с сайтов, ну, или там выложишь в интернет произведение, ну, на мой взгляд, невозможно. То есть я тоже просто хочу, что нельзя рассуждать таким образом, что каждая скачанная копия моего диска там, скажем, через торрент, это минус из моего кармана там 10 долларов, которые я мог бы получить, если бы диск был куплен в магазине у дилера, официально выпущенный диск. То есть вот таким образом рассуждая, человек как раз и чувствует себя обворованным, да? То есть судя по тому, что, судя по вашей позиции, так рассуждать просто некорректно. Абсолютное большинство исполнителей желают, чтобы их произведения в интернете были бесплатные. Но есть значительная также часть, которая хочет за это получать деньги. И сказать, что правильно, что нет, нельзя. А как вы в своей практике решаете эти вопросы? Допустим, касательно нашего ресурса, он не претендует на какую-то там всеобъемлемость. У нас нет исключительных там прав и отношений по поводу исполнителей. И поэтому здесь он такой имеет культурно-воспитательный характер, я бы сказал. Если белорусская публика считает, что она должна платить за треки того или иного исполнителя, будет платить. Считает, что нет, она найдет его бесплатно в интернете. Ну вот за то время, как ресурс ваш открылся и существует, у вас довольно обширная база. Мне интересно, насколько востребовано, потому что все эти альбомы в большинстве своем можно свободно скачать в сети интернет. И если раньше стоял вопрос, если купить трек, то в лучшем качестве, да, или купить, например, компакт, потому что опять же качество лучше, то сейчас можно в каких угодных форматах, если поискать в сети, найти все, что угодно. Обращаются ли белорусы на ваши ресурсы и охотно ли белорусы качают платно музыку наших же артистов? Ресурс совершенно молодой, просто он готовился очень долго, чтобы потом собрать максимально возможную базу. На сегодняшний день я бы назвал этот интерес тоже формальным. Да, как это, почему это, и неужели это возможно, что нужно платить в интернете, тем более за белорусских исполнителей. Но позиция нашей компании, что такой ресурс должен быть, вот, и вместо ушедших с рынка тех же там материальных носителей. Нам неизвестно, что, куда повернется ситуация в защите авторского права в интернете, но такая площадка есть с возможностью оплаты. Поэтому, повторюсь, мы не претендуем на всеобъемлемость и какие-то правильные принципы нашей позиции. Вот у меня вопрос к Владимирову. Коммерческая составляющая вашей деятельности, как вы зарабатываете? На данный момент никак. То есть этот ресурс пока... Потому что я себе представил такую ситуацию. Например, лучшие дизайнеры Беларуси, ну, предположим, только Беларусь, выкладывают у вас свои произведения. Кинематографисты выкладывают у вас свои фильмы. Это означает, что к вам можно прийти и все это увидеть. То есть на вашем ресурсе можно не просто защитить права, но все эти, собственно, продукты, можно их там... Как библиотека. Зайти к вам, да, такую как бы вот медийную библиотеку, зайти, посмотреть кино, например, у вас. Это же означает, что вы можете там возвращать рекламу, да, то есть вот вы думали об этой... Монетизации сайта. Да, об этой как бы составляющей. Сейчас просто есть функция, ну, то, что функция, отправить смс-ку нам можно. То есть пока здесь вот акция новогодняя, но юридически вернее, то есть сильнее будет опубликация, если отправить пользователя смс. Потому что есть пару моментов в установлении личности пользователя. Это основная проблема. Кто опубликовал? Ну, некий пользователь. Так, в данный момент, отправляя смс-ку, вся юридическая ответственность на абоненте лежит, ну, за его действие лежит по паспорту, там, оператор связи предоставляет нам эту информацию. То есть отправив смс, конкретно пользователь платит за услугу и ее получает. Может быть разное, кто отправил смс. Ну да, это не в том, что вопрос. Кстати, если вы предоставляете возможность просмотреть произведение, то вы уже как бы и являетесь там, распространяете его, то вы сразу просите у автора зарегистрируйся у меня, но я тебя буду распространять. Да, польза соглашения это говорит, что автор предоставляет нам право первой публикации и демонстрации на сайте. Но с вашего же сайта нельзя скачать? Скачать можно. Речь даже о скачании. Ну, если оно показывает начало, то можно сохранить. Если вы его смотрите... Ну, это уже неправомерно. Если вы уже смотрите, вы уже используете это произведение неправомерно. Окей, а если я выйду на площадь и скажу всем публично там, я автор, значит, что все услышанные пользователи услышали это? Произведение-то они не увидят при этом. То есть они видят публикацию, как в газете любой, как в любой другой СМИ, что вот, да, публикация вот и у автора. В принципе, это действие специально для этого сделано, чтобы обнародовать, чтобы большая часть публики узнала об этом. Евгений. Как они могут узнать, не используя, однократно? Если это произведение музыкальное или видео, аудиомузыкальное, я послушал песню, я удовлетворил свои потребности, все, я заплатил вам за посещение вашего там ресурса трафиком. Вы говорите про дальнейшее какое-то развитие? Нет, не дальнейшее, пользователь, конечный пользователь зашел к вам на сайт и увидел само произведение. И? Вы его распространили нелегально, получается, среди этого пользователя. Да, автор предоставил нам копию. Так нет, не я его распространил, а вы нарушили, посмотрев его. А, то есть, смотреть нельзя? Секундочку, нет, есть вопрос. Так, сделайте закрытую библиотеку. Что такое публикация? Это пользователь предоставил мне копию своего файла, то есть, она лежит у меня на сервере. Вы, открывая по этому запросу, как бы копируете в себе и уже смотрите. Вкажете, да. Да, она у вас, ну, копия, получается. Разрешите. Да, вот и Евгений, что-то, мне кажется, запутанное. Виноватых найти, а если подойти с одной стороны, то это для защиты пользователя. А вы подошли. Какого, типа, можно обмануть? Дело в том, что Владимир, на мой взгляд, несет определенные риски. Нельзя исключить ситуацию, что действительно к нему за такой вот, наверное, регистрацией, или как это правильно назвать, обратится и уже автор, и уже правообладатель. Тогда я не исключаю и возникновение проблем, в том числе и у Владимира. Вот. Но что касается ресурса Владимира, так я понимаю, наверное, он подошел грамотно к этому вопросу. И, видимо, у него там предлагается какое-то пользовательское соглашение, в котором ему, видимо, позволяют размещать... Да, которому это все уговорено. Наверное, я предполагаю. Теоретически он является посредником нелегального распространения. Почему нелегального? Легального. Это правомерное распространение. Пока не будет установлено, что это нелегально. Поэтому сейчас, наверное, так заявлять не стоит. Конечно. Ну и мы предполагаем, что автор дал право, поэтому... Предполагаем, что у автора были авторские права. Да, все надо... Предполагаем, что это был автор. Соговорка. А есть какие-то вот такие самые распространенные ошибки, которые делают авторы, публикуя где-то произведение или желая их публиковать, ну так вот, может быть, предупредив всех творческих наших пользователей? Вот чего не стоит делать ни в коем случае, если вы являетесь автором какого-то произведения. И, ну, естественно, желаете его обнародовать. Вот есть какие-то такие пункты? Значит, обычно, когда к нам с аналогичным вопросом обращаются авторы, мы, конечно, рекомендуем ряд действий, которые необходимо и фактически произвести. Мы уже говорили и об отсылку самому себе письма с произведением. Ну, можно же его и на диск записать, чтобы не был бандероль, а было маленькое письмо. А вот в том числе очень интересный способ Владимир предлагает. Я, опять же, говорю, что при определенных условиях он действительно может быть доказательством в суде, на мой взгляд. В некоторых странах существуют интересные способы через нотариат. Вот хотелось бы в связи с этим тоже обратить внимание, что нам не хватает реального такого действия, как подтверждения того, что в такое-то время нотариус наблюдает на таком-то сайте такую-то информацию. Такая услуга есть в России. У нас в судах даже используются протоколы, составленные российскими нотариусами. Значит, фактически происходит это так. Клиент обращается к нотариусу, просит засвидетельствовать, что в такое-то время по такому-то адресу в интернете содержалась информация, а нотариус ее распечатывает, удостоверяет, и вполне приемлемое доказательство. Было бы очень хорошо, чтобы такая услуга появилась у нас, потому что ездить в Россию и накладно, и там это стоит недешево. Ну а есть какие-то подвижки в изменении нашего законодательства, чтобы наши пользователи были лучше защищены? Я надеюсь, что будут. Дело в том, что нельзя обвинять кого-либо, что чего-то нет. Дело в том, что все очень стремительно развивается, и вот сегодня мы можем говорить об одних способах, а завтра появляется нечто новое, которое позволяет обходить и эти способы. Поэтому все в движении, в том числе законодательство, практика. Поэтому на сегодняшний момент я могу сказать, что в принципе это есть возможность стране защитить свои права. Я боюсь даже задавать следующий вопрос, просто потому что у нас не остается времени. Вопрос касается множественного авторства. Я боюсь, что это огромная тема, которую мы просто не успеем разобрать, потому что сейчас все чаще возникают ситуации, вот как, например, заказчик и исполнитель. Заказчик платит деньги за то, что вы зарабатываете логотип. Вы, например, исполняете работу в срок, отдаете логотип заказчику, а потом этот же логотип даете еще кому-то. Вот нарушаете ли вы таким образом авторские права и чьи и как? То есть, как решается вопрос здесь? Ну, с логотипом, по-моему, все просто. Я же не могу один логотип продать двоим заказчикам. Почему нет? В разных странах почему нет? Название, нейминг. Ну, а если это запустили изображения, допустим, да. Ну, если не продано по договору, то в договоре оговорят, что не... Есть такой договор, да, исключительных прав. Что не имеют права передавать права дальше. Вот сегодняшняя программа, вы все в ней участвовали, да? Ваши высказывания были авторскими высказываниями. Кто владелец этой программы? Можете ли вы ее распространять у себя на сайтах, например? Нет, вы только владелец, который организовал и записал эту программу. Вот для меня все-таки этот вопрос не настолько ясен. Евгений, вы можете пояснить? Вот, например, Вячеслав или Владимир, да? Запись этой программы разместит у себя на сайте. Это будет нарушением каких-то авторских прав или нет? Вопрос этот непростой. Я думаю, что, может быть, его лучше обсудить по определенным причинам за рамками этой передачи. Вот, значит, вообще область интеллектуальной собственности, она очень непростая. Вот как один из примеров могу привести такой. Я являюсь автором, например, музыкального произведения, но если мое произведение незаконно кто-то исполняет, да, исполнитель, то смежного права у него не возникает. Это вот особенность авторского права. Надо идти от первоисточника, устанавливать легальность использования, легальность возникновения, перехода прав. Поэтому вот такой вот краткий намек на ваш вопрос. Мы должны дать вам разрешение, да, как авторы, к примеру. Вы становитесь правообладателями. Это официально уже полномерно измежных прав и авторских прав. И распространяете. Автор не имеет права распространять материал. Ну, я думаю, что всем известен конфликт, который... Курейчика и про он с фильмом «Выше небо». Я хотел его разобрать как кейс, но, к сожалению, времени у нас на это не остается. Остается только надеяться, что, может быть, в будущем мы соберемся еще раз по более конкретному, специфическому вопросу, да, и проанализируем его на нашей площадке. Большое спасибо, что были с нами. Владимир Рудский, Вячеслав Гулевич и Евгений Портной. Вы смотрели «Угол подозрения». С вами была Катерина Путлева. Алис Шарипов. Всего доброго. Увидимся. До свидания. Не верю. Ну, не верю. Куняковский не обязан всему верить.